Здравствуйте, мои дорогие родные! Тётя Оля, Гриша, хлопцы ваши, Валечка любимая, соседка Людочка. Да, мы Крым отделились, теперь мы для вас чужие, и вы говорите, что мы хотим с вами воевать. Лично я никогда этого не хотела, поэтому мы и отделились от враждебной Украины, чтобы сохранить у себя мир, чтобы над нами было чистое небо, чтобы у нас не разгорелось пламя Донбасса. Да, мы не отделились, я родилась в России в 54-м, и я в неё вернулась, я у себя дома. И мне, конечно, очень жаль, что сейчас между нами границы, таможни и так далее, и кто-то говорит, что мы с вами хотим воевать. Вы подумайте, кому выгодно это говорить? Может быть, олигархи на этом и наживаются, может быть, Западу выгодно, чтобы мы перебили друг друга, но лично мне это не нужно. Нужно ли это вам? Тетя Оля, помните, вы войну пережили вместе с моей мамой? Вы помните, как в Среднянской школе заперли односельчан и подожгли их? И то же самое повторили в Одессе два года назад. Как можно этому радоваться, как можно это простить? Как можно в баре изображать расстрелы российского лётчика над Сирией? Как можно простить смерть, кровь, войну? Вы ведь сами прятали своих хлопцев от мобилизации. Мы ведь не фашисты, мы не хотим этого, правда? И когда вам говорят, что с вами Россия воюет, вы вспомните 7 октября? Помните салют, когда из Каспия ракеты в Сирию полетели на ЕГИ? Вот так вот Россия воюет, а пока ещё не воевала. И как сказал наш любимый президент Путин, мы с братьями не воюем и воевать не собираемся. Поэтому давайте одумаемся, давайте подумаем, как жить дальше. Жить так, как жили раньше. Песни, рушники, ездить в гости без виз и таможен, передавать друг другу сало и семечки в посылках. Как жить мирно? Как растить наших детей, не показывая им, как какого-то младенца российского режут ножом, потому что он в виде тортика или кексика. Как жить дальше? Как восстановить этот мир? Вот перед вами скоро выборы осенью. Это, конечно, не наше дело. Но вам очень нужно хорошо подумать, кого и как выбрать, чтобы мир наладился, чтобы в дом пришёл мир, чтобы мы, любимые, вы наши любимые, чтобы мы продолжали общаться, радаться, ездить друг к другу в гости, чтобы войны не было. Спасибо.